Приветствую вас, я дам сперва вам некоторые рекомендации по поводу поведения, а потом мы с вами немножечко пройдемся по тому, как и почему стала возможной такая вот ситуация в результате которой вы оказались в текущем положении. Во-первых, ваша девушка ведет себя определенно именно так, как будто вас в ее жизни слишком много. То есть она поняла, что вы ее, и что вы думаете только о ней, и что вы хотите быть только с ней, и что вы никуда не денетесь от нее. И это позволило ей начать вести себя так. То есть она знает, что она может делать что угодно, как угодно и когда угодно, вы все равно будете с ней, вы все равно будете ее поддерживать, вы все равно будете проявлять в ней эмоции и так далее. То есть она ощутила, что вас она не потеряет. И в этот момент, когда она ощутила, что вас не потеряет, она решила вести себя таким образом, что, как бы, думать в первую очередь о себе, не включать вас в свои планы. И подобные отношения ее связаны в первую очередь с тем, что она не так сильно вас любит, как вы, и, во-вторых, ее поведение связано с вашим напрямую. То есть вы, конечно, здесь не пишете о том, как развиваются ваши отношения. Вы не пишете о том, как проявлялись ваши роли в отношениях. То есть я имею в виду здесь то, как вы себя вели в отношениях с ней. Как вы себя проявляли, как вы себя представляли, как вы ее представляли. То есть давали ли вы ей понять, что она для вас самая главная, самая ценная и так далее. Но это нужно разбирать отдельно. А пока по поводу поведения. Значит, девушка вполне вероятно могла заиграться. То есть все это значит заиграться. Девушка могла заиграться в том контексте, что увидела, что вы целиком и полностью ее, и делать больше ничего не надо. Ну вот, значит, я буду делать теперь то, что хочу. И, соответственно, вам лучше себя вести безразлично по отношению к ней. То есть она хочет, хочет делать что-то для себя. Она хочет вести себя так, как удобно ей. Она хочет проводить время не с вами, а с кем-то другим. Это ее право, но и ваше право думать о себе в этом моменте. То есть что это значит? Это значит, что если вы видите, что девушка действует в своих интересах, то вы, по сути дела, действуете также в своих интересах. Она проводит время с другими, с кем-то, и вы, вы тоже проводите время с кем-то другим. Вот позвонили три раза, да? Вы уже позвонили, я позвонил. Больше не звоните. Скажите ей только что. Если вы будете нужны, пусть она вам должна знать. И все. И занимайтесь своими делами. Вам нужно показать, что вы не собираетесь ждать ее все время. Вам нужно показать, что вы не собираетесь ожидать, когда она обратит на вас внимание. Это неправильно. Это неверно. Это дискредитирует вас. Это показывает девушке, что вы готовы раствориться в ней. А растворяясь в ней, вы даете ей возможность увидеть в вас себя. Если она видит в вас себя, ей, конечно, неправильно. То есть вам нужно отдалиться от нее, отстрагироваться. Больше внимания, больше времени, больше сил уделять именно себе. И общайтесь с другими людьми, занимайтесь чем-то для себя, действуйте в своих интересах. Перестаньте отслеживать фотографии в инстаграм и в фейсбук. То есть просто начните проявлять с ней безразличие. Понимаете, если девушка заигралась, если она все-таки испытывает к вам какие-то чувства, но заигралась, то она быстро поймет, что не права, она быстро поймет, что надо срочно менять свое поведение. И вернется к вам, будет по-другому себя вести. А если она не испытывает к вам никаких чувств, то тогда ее поведение не изменится, она будет так же себя вести. Это означает, что человек этот не ваш. Вот, в принципе, и все. То есть если вы будете на нее давить, если вы будете ей вознять, если вы будете постоянно добиваться ее внимания, то это еще больше ее от вас отдалит. Вот это должен вам нынно понять. Это самое главное. Теперь дальше. Вы пишите, что, значит, три месяца отношения были нормальные. Но потом она снова вернулась как раньше. Она хочет гулять с друзьями, я ей не просто. То есть в этот момент, этот момент он непонятен, не очень понятен. Вы ей пишите, а потом она вернулась как раньше. То есть она была какой-то до вашей встречи или до того, как вы начали встречаться. На момент, когда вы начали встречаться, она поменялась, она стала другой, да. А это говорит о том, что у нее к вам была страсть. Объективно у нее к вам была страсть. Эта страсть начала утихать. И по мере того, как эта страсть утихала, у нее появилась попытка в том, чтобы действовать таким же привычным образом, как и раньше. Это совершенно определенно, потому что страсть заканчивается как раз после трех месяцев отношений. Это то, что вам нужно понимать именно здесь. Когда она говорит за 20 минут до встречи, что, извини, сегодня без тебя, а сама идет с друзьями на двух ночи. Это говорит об отсутствии уважения к вам. И тогда она не подумает, почему так получилось, что она перестала вас уважать. Надо подумать, почему вы поставили себя так в отношениях, что девушка перестала вас уважать. Как вы вообще ведете себя в отношениях и какое место вы считаете отведено мужчине, какое место отведено женщине и так далее. То есть, определите для себя этот момент. Далее, если вам не нравится, как девушка себя ведет, то ругаться с ней, то есть, по сути, предъявлять претензии и давать какие-либо оценки ее поведению, это начать наставить ее против себя. Когда вы ругаетесь с ней, то вы хотите что-то для себя от нее. Когда вы перезваниваете ей три раза и когда вы следите за ее фотографиями, это тоже потребность в ней для себя. Потому что, если бы вы ее любили, я имею в виду, искренне любили и чисто, то есть, только любовь у вас была бы. Тогда вы бы радовались, что у нее все хорошо. Но вы не можете этого сделать, вы не можете радоваться, вы не можете принять ее в такое поведение. Потому что оно влияет на ваши потребности. И тогда стоит подумать, какие потребности вы пытаетесь удовлетворить девушке. Кроме секса, конечно. Подумайте, для чего она вам нужна? Почему она именно, именно она вам нужна? И почему вы хотите быть именно с ней, тем более после такого отношения к вам? Простите себе себя, тот ли это человек, который вам нужен, который вас вот так вот может оттолкнуть, отодвинуть на второе, третье место. Который, по сути, обманывает вас. Ну потому-то она говорит, что вот, когда будет выезжать, наберет, но не набрала. Значит, это обман. Подумайте, ну ли вам такой человек? И какое у вас с этим человеком будущее? Ведь лучше дальше не будет. Это только первые три месяца. Вы еще даже, даже не вместе, вы еще даже не поженились, вы даже не создали семью. Так, а стоит ли с этим человеком выстраивать отношения дальше? Если да, то ради чего? Это поможет вам проработать немного эмоциональную, психологическую, субъективную сторону вашей проблемы. Поможет вам понять, почему вы выбрали для себя именно такого партнера, а не какого-то другого. Это тоже очень важный момент. Постарайтесь его для себя определить. Постарайтесь об этом тоже подумать. А по поводу того, как лучше себя вести, вести еще раз. Я думаю, что к тому, что я сказал, можно добавить такую точку зрения. Ничего не требуя девушки взамен, вы смотрите на то, что вредит вашим интересам. И говорите ей, что мне не нравится то-то, то-то, но это не потому, что я считаю, что ты должна вести себя по-другому. А потому, что я считаю, что это вредит мне. И посмотрите на ее реакцию, как она относится к тому, что что-то вредит вам. Вот это будет правильным и показательным в плане отношения ее к вам. Ну и тогда вам станет все понятно. На будущее, на ближайшее время, присмотрите себе занятия, которые вы могли бы сделать, которые вы могли бы при себя придумать, чтобы показать девушке, что вы не собираетесь на ней бегать. Лучше всего, если вы вспомните о себе. Лучше всего, если вы будете делать что-то для себя искренне, по желанию, по интересу. И тогда это поможет вам как можно быстрее прийти к наиболее правильному и объективному поведению по отношению к ней. А объективное отношение к ней, это отношение такое же, как у нее. То есть она действует в своих интересах и вы действуете в своих интересах. Если вы нуждаетесь в ней больше, чем она в вас, можно говорить о потребностях, можно говорить о том, почему именно через нее вы хотите удовлетворить свои желания. И здесь уже можно в свою очередь говорить о том, что нельзя вступать в отношения с кем-либо, будучи нуждающимся в человеке. Это создает зависимость для того, кто нуждается. И соответственно, если вы испытываете эту нуждаемость, то вам нужно как можно быстрее ее осознать, как можно быстрее самостоятельно начать удовлетворять, чтобы не быть задействованием от этой девушки. Потому что очень похоже на дочь, она просто с вами играет. И отношения с ней у вас приведут только к тому, что вы будете чувствовать себя постоянно на втором, на третьем месте, что будет болезненно сказываться на вашей самоотменке, на вашей гордости, на самолюбии и так далее. А вы же, я уверен, этого не хотите, вы это достойны большего. Поэтому просто постарайтесь подумать о том, что девушка не оценила того, какой мужчина рядом с ней оказался, то есть вы. Ну и если не оценила, значит потом она будет об этом жалеть. И начавший лет, она скорее всего вспомнит о вас и возобразит на вас внимание, но вот уже вам решать, доходите ли вы в таких отношениях с таким человеком, которому нельзя доверять. И если доходите, то ради чего? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу вам. Если не понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok